Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу об очень важной составляющей нашего мировоззрения. Мировоззрение нас, советских людей, моего поколения. Этот элемент нашего мировоззрения, нашего видения мира, вот что это называется. Что я понимаю под словом мировоззрение, может не очень удачно, в данном случае использовал. Это память о периоде, который обычно называется у нас разруха, голод, связанный вот с гражданской войной. Очень такой печальный период времени, очень роковой фактически. И вот о нем сегодня поговорим. Значит дело было так, гражданская война, в прошлый раз я про нее говорил, что красные победили. Да, красные победили. Последний оплод белых, это те, кто были непримиримые оппоненты красных. Кстати, непонятно, не совсем ясно была программа белых, поэтому они, кстати, и проиграли. По единодушному мнению современных историков, белые проиграли, потому что у них не было никакой программы. Это была такая разношерстная, в общем-то говоря, масса, как говорится, в идеологическом плане. Там хоть от монархистов до социалистов, но они просто были против большевиков. У большевиков четко было то, что они позаимствовали у левых эсеров, программа, значит, по земельному вопросу. Это то, что вот раздать крестьянам землю, отнять и поделить, это то, что знаменитая фраза. Отнять у землевладельцев землю, поделить среди крестьян. Вот. И все. И мир народом. Ну, правда, мир народом очень быстро сменился гражданской войной истребительной. То есть война пришла в каждый дом. Так война где-то была там далеко-далеко на фронте, где-то в Белоруссии, где-то в Прибалтике. Вот. А тут она, значит, через всю страну прокатилась. То есть не очень здорово вышла. Вот. Но, по крайней мере, вот по земельному вопросу четко был. Земля крестьянам. А у белогвардейцев было непредопределение судьбы России. Вот победим, тогда и будем разбираться. Ух, касатика. Что разбираться-то? А за что воевать-то? Надо за конкретику воевать. Они невозможно было. Они очень были разные. Просто против большевиков. Против кого дружим? Против большевиков. Не за и не из-за чего дружим, а вот так. Ну, так вот. У большевиков очень сложная была ситуация. Да. Чем кончилась война гражданская, что вы помнили? Кончилась война тем, что в Крыму собрали все, как так говорят, недобитые белогвардейцы во главе с бароном Врангелем. И этот последний оплот не устоял, рухнул. Значит, Красная Армия под водительством Фрунзе, Михаил Фрунзе. Вы знаете там всякие названия улицы Фрунзе, Фрунзенская набережная. Обычно это связано вот с нашими вооруженными силами, бывают такие названия. Академия имени Фрунзе. Она, значит, прорвалась через перекоп и уничтожила последний анклав белогвардейцев, последний несоветский район, в общем-то говоря, в нашей стране, многострадальный. А как было руководить войной? Правильнее было бы назвать сегодняшний наш разговор военный коммунизм. Вот, ну этот термин даже в мое время не очень был популярен, без пояснения был непонятен, а сейчас уж и вовсе. А вот разруха и голод, ну что, неужели не поймете? Поймете, конечно. Дело в том, что большевики, придя к власти, начали сразу, сходу воспринимать вот эту победу, как победу первого этапа мировой революции. Вот на первом маленьком участке, маленький участок, это одна шестая часть, значит, обитаемой суши Российской империи, значит, они, значит, начали устроить коммунистическое общество, новое, социалистическое, без эксплуататоров, без товаро-денежных отношений. Не получилось. Дело в том, что производство прекратилось. Основой любой экономики, в общем-то, является производство продовольствия. А производство продовольствия – это село. А село – это, в принципе, большое количество мелких хозяйчиков, как Ленин говорил, мелких хозяев. Они такие маленькие капиталистики, да? Крупных-то, особенно, капиталистов-то, значит, на селе не было. Не было у нас таких вот латифундий. Ну, по крайней мере, не распространены они. Были, как вот там где-нибудь в Южной Америке, в Южных Штатах США, там огромные, значит, плантации, на которых работают, так сказать, батраки. После освобождения рабов уже не рабы, а батраки работали, так сказать, наемные работники, плохо оплачиваемые. А у нас вот они, маленькие хозяйчики. Да, батраки были, вот у кулака. Я вам про кулаков уже расхваливал. Говорил, ну, встала жизнь. Никто не хочет ничего производить. Как кормить город? Как кормить армию? Ведь армия – это замечательная вещь. Да, ее можно организовать, но кормить надо. Можно воевать без патронов. В конце концов, можно даже с нехваткой оружия воевать, но без продовольствия нельзя воевать. Ввели ту систему, которая называлась продоразвертка. То есть, отряды специальные, продотряды их назывались, они рассеивались по сельской местности, по всем этим вот районам, как сейчас сказать, назвать, да, как тогда это называлось, уездам, властям. И отбирали у крестьян излишки продовольствия. Ну, все, под гребенку мили. Нет ничего, да, выгребали. И таким образом советская власть установила монополию на продовольствие. Вот живете вы в городе, где вы можете взять продовольствие? Торговли частной нет. Значит, вы должны получать карточки от советской власти и отоваривать их, вот, по карточкам хлеб получать. Ну, если вы работаете на советскую власть, вам, значит, большая карточка, большой паёк. Ну, относительно, конечно, большой паёк. Там речь шла, бывает, о восьмушке, это одна восьмая фунта, порядка сорока граммов, да, вот так, 50 граммов, простите, да, восьмушка хлеба. Ну, хорошо, когда, так сказать, полуфунт, да, полуфунт, это 200 граммов. Ну, то есть, понимаете, маленькая пайки-то. В наше время, вот, сейчас буханка хлеба, это, по-моему, 800 граммов, да, то есть, два фунта. Вот, прогулок люди жили. Ну, а если вы не работник советской власти, ну, вам есть девенческая карточка какая-нибудь там, ну, там вообще кот наплакал. Как хотите, так и живите. Ну, и люди, как хотели, так и жили. Да, ну, Гражданскую войну-то вот выиграли, и вот тогда появилась, кстати, посмотрите картинку, появилась традиция всяких парадов военных на Красной площади, торжественных шествий. Вот, это вот очень такая традиция до сих пор существующая, вернее, она не то, что появилась, появилась в советской стране. Она до этого была, и при царе-батюшке, да, и в значительной степени вот эти вот парады копировали, да, со своим развитием копировали то, что было до революции, да. У нас был такой генерал Игнатьев, 50 лет в строю написал такую книгу «Военный дипломат». Он был при царе, был военный дипломат, атташе военный в Париже, вот. А после революции он перешел на сторону большевиков и жил потом, значит, в России, написал книгу «50 лет в строю». Действие ее, ну, изложение этих 50 лет заканчивается уже, это в 30-е годы, и он, значит, с упоением описывает, так сказать, парад на Красной площади. И он пишет, говорит, вот все так, как и было и до советской власти. Вот все, это его душу очень греет. Вот, душу грело очень старого генерала, который 50 лет прослужил в строю, да. Ну, строй-то был у него вот такой, военный дипломат. Но парада парадами. А вся жизнь, которая по России была, это вот такие вот оборвавшиеся за время гражданской войны люди. Негде найти работу, постоянные недоедания. Вот, например, семья голодающих, видимо, из Поволжья. Видите, вот вздутый живот. Сейчас такого не видишь у голодного человека. Сейчас голодный человек в основном втягивается у него живот. Вот, да, он еще не такой степени голодал, чтобы началась вот алиментарная дистрофия и вздувался живот. Да, вот это вот такой признак уже такой последней стадии голодания. Да, вот они такие вот живые скелетики, да. Вот, ну, это ужасная, в общем, вся эта история была. Очень ужасная, так сказать, вазами возили трупы. Да, вот они везут трупы. То ли умерших от голода, то ли это вот, так сказать, красный террор. А красным террором ответим на белый террор. Да, вот тоже была такая тогда история. Ну, Европа взирала на нас, на своих бывших союзников с неким изумлением, с ожелением. Я бы сказал, вот какой-то иностранец, видно у него сверточек, наверное, с продовольствием. Он ходит по российскому городу, скорее всего, это Москва или Питер, и разглядывает беспризорников голодных. Да, вот такой вот случай жизни. Естественно, эти иностранцы сообщали на свою родину. Ну, это кто были? Журналисты, в основном журналисты, дипломаты. В мире озаботились люди тем, что вот эти все фотографии, что я вам показывал, это фотографии такого хорошего качества, заметили, наверное. Это сделаны были иностранными фотокорреспондентами. Уже тогда существовали фотокорреспонденты, и, значит, иностранные фотокорреспонденты. Иностранные, так сказать, фотопластинки были лучшего качества, чем наши фотопластинки, да? Вы заметили, вот там сцены парада, там, так сказать, крупное зерно очень, да? А вот эти вот сценки, ну, такое, в общем, мягонькое фото, да? Лучшее качество могли себе позволить иностранные фотокорреспонденты, фотографы. Фритьофф Нансен, вам, может быть, знакома такая фамилия? А может быть и нет. Это знаменитый норвежский полярный исследователь Нансен. Он возглавил в Европе, во всяком случае, на своей родине, в Норвегии, сбор средств в помощь голодающим в России. Причем не очень хотели его поддерживать в ту пору, потому что советская власть, ну, скажем так, власть людей, не спровергавших религию, частную собственность, она была крайне непопулярна в Европе у европейских состоятельных классов, да? Ну, как он сейчас называет, у среднего класса. Средний класс, он был врагом советской власти здесь у нас, получается, да? Не потому, что он был против советской власти. Советская власть была против него. Вы, говорит, из бывших, вот тоже имейте в виду, что были люди из бывших, если хочешь, сотрудничай с нашей властью, да? Причем вот так вот. Ты чужой, ты попутчик, да? Ты все время под подозрением, ты спец, да? Воен-спец или какой-то другой спец. Вот такое было тогда отношение. Вот. Ну и Нансен очень часто там не понимали, его соотечественники и жители других западноевропейских стран, он был человек известный, популярный, полярный исследователь. Он сконструировал специальный корабль, ну, еще, конечно, до этих событий. Назывался он Фрам. Корабль был так сконструирован, что при вмерзании в лед, вот этот вот сжимающийся лед, он не раздавит его, а вытолкнет вверх. И вот он впервые на этом, значит, своем полярном корабле Фрам совершил дрейф по северному ледовитому океану. Фрам его вмерз в лед и совершил полный круг по ледовитому океану во время своего дрейфа и вышел, значит, вот на чистую воду. Где-то вмерз он там за Шпицбергеном, и вот так прокрутился перед всей Сибирью, и отмерз, скажем так, оттаял, отломился его, значит, ледяное поле где-то в районе Гренландии. Он, значит, опять вышел на чистую воду. Я уж не помню всех деталей этого путешествия, но это вот тогда воспринималось как нечто великое такое путешествие. Ну, как типа полет на Луну, да, или полет Гагарина вокруг земного шара. Это вот так он тоже вокруг земной оси сумел пройти вот там. Оказывается, льды вращались, да, льды плавают. Это, собственно, первый ученый, проникший вот в это вот ледяное безмолвие, еще там проведший какое-то время с относительным комфортом. Все-таки он на корабле был. Вот. Ну, не понимали его собратья, его соотечественники, европейцы, но он все-таки организовал, достучался до сердец, помощь вот этой вот голодным людям, помощь стала поступать в Россию. Причем по-разному поступало. Бывало так, соберут деньги, отдадут России. Молодец, покупайте сами хлеб. Или закупят хлеб и отдадут большевикам. Но у большевиков была проблема посильнее этого голода. Это, кстати, раздача продовольствия, видите, вот из вагонов раздают продовольствию голодающим. Видите, какая толпа собралась. Вот. У большевиков своя проблема была. Им надо было совершать мировую революцию. Дело в том, что революция, в общем-то говоря, действительно началась и за пределами того, что мы сейчас называем Советским Союзом. В Венгрии была своя Венгерская республика, в Баварии была Баварская. Баварская Советская республика, так она называлась. В Баварии была республика. Ну и вот это вот стимулирование революции в Европе, значит, оно вот... В Швейцарии были боевые организации, да, они так и представляли себя, как вот организации, которые должны совершать всемирную революцию. И часть этой помощи, если в деньгах, то напрямую им шла хлеб. Его умудрялись продавать в Германию. Там, кстати говоря, закупали оружие. Для войны ведь не только хлеб нужен, но и оружие. Армию-то надо кормить, а вот население как. Ну и вот, как говорят знающие люди, значительная часть нашего населения обязана своей жизнью американской продовольственной помощи. Был тогда в Америке министр торговли. Он в тот момент, по-моему, занимал должность Герберт Гувер. Не следует путать его с Эдгаром Гувером. Это два разных совершенно человека. Эдгар Гувер, создатель и долгое время единственный руководитель чуть ли не до 70-х годов Федерального бюро расследования. А вот Герберт Гувер, он был министром торговли. Потом он какое-то время еще был президентом. Как раз при нем случилась Великая депрессия. И при нем же была построена безработными огромная плотина. Плотина Гувера. Самая большая по толщине плотина в мире. Что-то 200 метров она шириной такая плотиничная. До сих пор там еще отверждается бетон. И по каналам, значит, циркулирует воздух охлаждающий бетон. Вот этот бетон, он когда отверждается, выделяется тепло. Вот. Вот такая вот огромная плотина. Но он, значит, был руководителем как раз программы помощи. Огромное количество денег тогдашних было потрачено. Очень много продовольствия было поставлено в Россию. Но причем было говорено совершенно четко, что распределять будем сами. Вот наши представители будут руководить распределением. То есть, эта помощь не должна была уйти ни на какие другие цели, кроме как на помощь мирному голодающему населению. То есть, мы не армии поставляем, мы не большевикам даем, чтобы они продали и купили пулеметы. А мы вот поставляем мирному населению. Вот под контролем вот этой вот американской организации вот эту помощь распределялась. Потом их благодарили в Кремле. Леонид благодарил. По-моему, даже какими-то наградами награждали. Вот. Вот такое вот было дело. Вот какая была тогда поддержка оказана. Кстати, не все в Америке соглашались с этим. Не всем был симпатичный режим большевиков. Но вот из чисто гуманитарных соображений. Вот Герберт Гувер руководил этой операцией помощи. На государственные деньги и на частное пожертвование, естественно. Ну, а прочая публика выживала тем, что все-таки вот в этом вот... В состоянии голода и разрухи внедряло некие отношения обмена. Толковочки появились, барахолки. Там торговали люди, ну, все любых сословий, у которых чего-то было, осталось. Ну, у всех чего-нибудь осталось. Не может такого быть. У кого отрез на платье, у кого какая-нибудь юбка более-менее чистая. Вот у этой дамы, по-моему, какие-то меха, еще предметы такие. И вот на этой барахолке меняли на хлеб. Вот это все. А что можно было сменять? Книги продавались. Там шикарные библиотеки можно было купить и продать в то время. Если у вас есть хлеб. А откуда вы возьмете хлеб? Вот честно сказать. Только свой паек сменяете. Вот понравилась вам вещичка, вы сменяли паек. Ну, да есть такие люди, которые не могут жить вот без ненужной вещи. Хотя что значит ненужные вещи? Она им кажется нужной. Ну, вот даже мне. Я понимаю, что книга ненужная вещь, когда голодно. Ну, я бы, наверное, сменял бы. Сменял бы. Паек на какую-нибудь замечательную книгу. Скажем, на Брагауза и Фрона. На вот этот вот энциклопедический словарь. Наверное, сменял бы. Долго бы менял, голодал бы, пух бы. Но зато потом у меня книжка эта была бы. Вот может быть и так. Вот. Вот такая была ситуация. Мешочники появились. Люди, которые ездили в деревню менять на хлеб. Ну, в городе у кого сменяешь? Ну, у кого? Ну, кто в городе? Вот только вот кто свой паек сменяет? Или жулик какой-нибудь, который работает вот в этом распределителе и ворует. И меняет на ценности, да? Не очень красиво. А вот на селе им же нужна ткань. Ну, все. Это всегдашняя проблема в селе. Ткань. Ну, золото тоже, да. Вот эти вот крестьяне меняли, значит, свои продукты на вещи. Жители городов ездили по селам, выменивая, значит, хлеб, муку, сало на вещи различные. Мешочники. С ними советская власть боролась. Вот это очень удивительно. Меня очень впечатляет всегда сцена из фильма Михаила Рома «Ленин в октябре». По-моему, Михаил Ром, да, Михаил Ром снял этот фильм. Ну, один из выдающих советских, кстати, фильмов. Это без всяких кавычек выдающийся фильм. Значит, Ленин в 1918 году, не в октябре, в 1918 году он так называется. Значит, такая вот сцена. Ленин в своем кабинете сидит, и в этом кабинете девочка. Как уж она там оказалась, трудно придумать, но это очень было кинематографично. Дело в том, что за год до этого вышел американский фильм «Маленькая мятежница», так он, как, к примеру, назывался. Значит, девочка, дочка полковника Южан, помните, что в Америке была война севера против юга. Девочка, дочка полковника Южан, поехала к Линкольну, Вашингтон, к Авраму Линкольну, хлопотать за своего папу, которого приговорили к высшим мере наказание, к расстрелу. И вот, значит, Линкольн ее принимает в своем кабинете, разговаривает с ней. Ну, говорит, твой папа, наверное, не виноват, давай его отпустим. Так все хорошо кончается. Девочка, значит, вот со старым своим чернокожим слугой через всю Америку проехала в Вашингтон, на поезде, естественно, собирала на проезд тем, что пела песенки и танцевала, а негр играл, по-моему, на банджо. Чернокожий слуга, вот, не негр, нельзя говорить этого слова. Отучайтесь. Вот, вот такие вот дела. Ну, вот это вот такой вот, значит, политик и девочка. Очень такая красивая комбинация. Она и здесь тоже была. Вот, ну, вообще все люди любят детей. Что там, говорит, Ленин, конечно, их тоже любил. Это не значит, что вранье, у, Ленин детей не любил. Да любил, конечно. Куда ж тут от этого денешься? Они такие симпатичные, пупочки такие. Вот. И вот, значит, девочка сидит у него в каком-то большом кожаном кресле, карандашом что-то рисует. Ленин подходит, заглядывает через плечо, спрашивает, «Так, это что у тебя? Дом? Дом. А это улица? Улица. А это что за лягушки у тебя по небу ползут? Это не лягушки, это птицы». Нет, птицы не так рисуют. Дай-ка карандаш. Галочки такие поставил. «А где твоя мама? Умерла от голода. А где твой папа? Умер от голода». Значит, подходит Ленин Владимир Ильич к телефону. А телефоны тогда, надо сказать, были не совсем такие, как сейчас. Надо было, прежде чем позвонить, покрутить ручку. Это называлось крутить динамомашинку. Вот он крутит, когда ручку, тот, кто звонит по телефону, там вырабатывается электрический сигнал, и на станции звоночек звенит или лампочка загорается. Телефонистка знает, что уже позвонили. И вот телефонистка подключает. «Слушаю», говорит телефонистка. Ну, значит, Ленин тут крутит, снимает трубку, говорит, «Алло, барышня». То есть, он таким образом звоночек подал. Аккумулятора нет, значит, вот это вот такой вот источник энергии. Так тогда были устроены телефоны. «Алло, барышня», значит, типа такой. Ну, барышня, он не говорит, он говорит, «Сурово, цените меня с Дзержинским». Феликс Дзержинский, создатель ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Так она называлась, да? Это вот ЧК, ВЧК, потом, как она еще называлась-то, ГПУ, ОГПУ, вот, кстати, КГБ, ФСБ. Это вот такая вот цепочка преемственности. Вот, и говорит, «Феликс Дзержинский, у вас там в производстве находятся несколько дел крупных спекулянтов хлебом. Расстреляете товарищей, типа такого, нам говорят». И вот это вот нам казалось, ну, естественно, вот они, спекулянты, хлебом, а девочку... У девочки родители умерли. А с другой стороны, так вот головой дотумкать, значит, спекулянт, что он делает? Он привозит товар и продает его. Причем в крупных количествах. Это крупный спекулянт. То есть человек, привозящий большое количество товара, он может обеспечить большое количество покупателей хлебом, так или иначе. Этот самый спекулянт-то. Понимаете, какое дело-то? Вот. И нам эта вот логика была чужда тогда совершенно. Потому что мы, люди, были выросшие в ту пору за пределами, ну, скажем, товарных отношений, товароденежных отношений. У нас какое-то было совсем искаженное впечатление, и нам в голову не приходило, что это какая-то нелепица. Да? Зачем мстить за смерть девочки тем, кто, в общем, мог бы их спасти от голодной смерти, но не спас, потому что им мешали. Не давали работать, да? Мешочник-враг советской власти. Ну, какой же он враг, если он хлеб привозит, спасает людей от голода? В голову не возьму я вот этого вот термина. Но, тем не менее, это было так. Вот. Ну, спасались, как умели. Но голод был страшный. Я вам уже страшные картинки показывал. Бабушка моя ездила, чтобы семью обеспечить хлебом. Тогда в Поволжье жили. Значит, дедушка и бабушка моя с моей матерью, они тогда жили там. И вот бабушка то ездила с, как это называется, ну, тифозных больных они собирали. Эшелон тифозный, да? Вот она с тифозным эшелоном ездила, собирала больных. Вот такая бабушка у меня была. То она, значит, ездила, значит, вот просто менять хлеб в деревню куда-нибудь. И вот она вот рассказывала, бывает, ночуем, ночь на вокзале. Вот эти все, так сказать, мешочники. Она была мешочницей, да? Она вещи свои везла продавать в деревню. Вот. И утром, значит, просыпается весь вокзал, все встали, приходят, значит, уборщики убирать, подметать. И из-под этих вот деревянных диванов, да, на которых, на вокзалах тогда люди, значит, проводили время, выметают человеческие кости. За ночь кого-то съели. Такая вот тогда была суровая жизнь. Причем, интересно, тоже проходила война. Вот мы сейчас как представляем Великую Отечественную? Вот линии фронта, вот тут наши, тут враги, да? А вот гражданская война была не такая. То есть, ходят поезда, а движение поездов, это работа железной дороги, правда, да? Вы можете себе представить, чтобы советский поезд ехал куда-то мимо Берлина, скажем, куда-нибудь там, не знаю, в Париж или в Лондон отправлялся, да? Невозможен такой по вражеской территории. А тут поезда ходили насквозь. Да, пожалуйста, они и по территории белых, и по территории красных, опять потом белые, опять потом красные. Такая через полосицы была, да? И вот бывает, там встречали они и нашего противника, скажем так. Вот как-то, говорит, попали мы, были чехословаки, говорит. Ну, вежливые, говорит, очень были чехословаки, да. Ну, их не называли чехословаки, чехословаки, так тогда их называли. Да, вежливые, говорит, очень были. Офицер помогал выходить, так сказать, женщинам, так сказать, мешочницам из поезда, да, вот. Вот какая была война интересная, да. Но в то же время это была очень жестокая война. Вот, ну, вот эти вот офицеры чехословаки, они тут были в чужом Перу, как говорится, им это как-то было... Им бы скорее уехать, до Владивостока добраться. В конце концов, они таки да, договорились с советской властью, сдали им Колчака, сдали им, по-моему, остатки золотого запаса колчаковского, и сами уехали, им разрешила советская власть через Японию отправиться к себе домой, в Чехию и Словакию, да, в Чехословакию. Вот так вот с ними случилось, в конце концов-то. Вот, какие были тяжелые времена. Но как быть, как выходить из положения? Торговля. Все-таки вот такая вот мелкая частная торговля, мелочная торговля, потому что крупной торговли не было, она в значительной степени спасала положение. Человек мог все-таки рассчитывать, не имея достаточного источника существования в городе, что-то вот приобрести, да. А человек в селе мог рассчитывать, не задаром отдать вот этому вот продотряду свою пшеницу, или рожь, а все-таки поменять на что-то, да, на что-то, что можно было, ну, использовать в хозяйстве. То, что обычно он покупал в городе ткань, да, вот, металлоизделия. Ну, кстати говоря, золото это как финансы, да. У нас крестьяне-то все-таки были расчетливые люди. Они же капиталистики, так сказать, хозяйчики, как Ленин их называл. Опять же, вам это повторюсь. Вот. Ну, война кончилась. Жизнь так или иначе стала налаживаться. Как налаживать жизнь? Ну, первонаперво большевики поняли, что от этого коммунизма военного приходится отступить. Первонаперво заменили продразверстку продналогом. И разрешили избытки, вот то, что после уплаты налога оставалось у крестьянина, продавать на рынке. Заработал рынок. Вообще начался период, который назывался НЭПом. Это вообще такое лукавое достаточно словечко. Новая экономическая политика. Ну, какая она новая? Это давно забытое до 17-го года обычное состояние экономики. Значит, производитель производит и продает, значит, платит налоги и продает свой товар в обмен на деньги. Деньги появились, да. Кстати, создателям стабиль... Деньги-то они были и раньше, но деньги появились стабильные. Я вам о них в следующий раз расскажу, об этих вот стабильных деньгах. Создателем их был, кстати говоря, Феликс Муздзержинский. Он не только создатель был вот этих вот органов госбезопасности, скажем так, по-нашему, но и, скажем так, выдающийся экономист-практик. Так, стабильный рубль вот появился под его руководством. Был какой-то такой фрагмент его карьеры. Он, его, как сказать, партия бросила, так называется, бросила в очередной прорыв, бросили его на руководство железной дорогой. И вот руководят железной дорогой, у него появилась такая проблема, ну, нужен какой-то стабильный средство платежа. Не вот эти вот миллионы и десятки тысяч, купюры тогда были такие, а что-то такое вот... И, по-моему, он выпустил там, по-моему, 3-5 рублей были такие, очень редкие сейчас купюры. Вот, они были стабильные, да? Вот он как-то умудрился. Как уж он умудрился? Действительно, это гений, экономические гений. Вот чего не отнимется у Дзержинского. Он был гением экономики. Вот фактически на тонущем Титанике организовал бизнес. Понимаете? Вот организовал нормальное функционирование товара. Хотя вот наша страна, как Титаник, медленно тонула в тот момент. Но все-таки не утонула, слава богу, да? Удивительно было, кстати говоря, восприятие вот тех людей, которые были революционно настроены. И революционно настроены, это значит, были борцами не просто за советскую власть, там, или за власть советов, так сейчас говорят, а борцами за мировую революцию. Это вот в наше время был такой клише. В борьбе за власть советов, да? Вот так вот. В борьбе за социалистическую революцию. А тогда так и не говорили. Тогда речь шла о борьбе за мировую революцию. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Вот. Вот что было. Та самая мировая революция, которая так и не наступила. Вот. Не наступила. Никто не поддержал. Вот эти вот революции в Венгрии, в Баварии, в локальных каких-то других местах, были подавлены, ничем не кончились. Их народ не поддержал. Власти, эти вот организаторы революции не смогли захватить. Ну, может быть, и большевиков бы народ не очень поддержал бы, если не вот их очень грамотное отношение к земле. То есть, вот, ну, вот, конкретно поделились с ними. Кстати говоря, опыт этот большевистский попытался использовать ГКЧП. Помните такое слово? ГКЧП. Государственный комитет по чрезвычайному положению. ГКЧП. Это 19 августа 1991 года. Был изолирован от мира, значит, тогдашний президент СССР Горбачев Михаил Сергеевич. И вот власть в стране объявила ГКЧП, да, там, значит, группа высшего руководства Советского Союза, в главе с вице-президентом СССР, такой был, так сказать, Санянаев, да. Так вот, значит, они опубликовали обращение, значит, к соотечественникам. И, в частности, в нем четко было написано, что всем, да, вот, всем соотечественникам положен будет, значит, 6 соток. Выдать немедленно 6 соток. Потому что тогда это был такой больной вопрос. С едой это было плохо. И каждый горожанин мечтал получить какой-нибудь участочек под дачу. Что вот все время было его, да, вот, чтобы он там мог копошиться и себе выращивать. Все-таки на этих 6 сотках что-то можно было вырастить и с голоду хоть не помереть, гарантированно, да. Вот эта вот память об этих вот голодных смертях, вот этих вот раздутых животах, она вот все время шла. Вот я вырос в окружении людей, которые все это видели не один раз. Потому что это случалось не только вот после Гражданской войны, это и в период коллективизации случилось. Помните, на Украине это называют период голодомор. Он голодомор-то везде был, по всему Советскому Союзу, но вот просто Украина про себя говорит, она не из-за других. Вот они у себя называют голодомор. Ну, голодная смерть. Вот, это и во время войны было сложно. А вспомните Ленинград, блокаду Ленинграда, тоже сколько людей умерло от голода. И после военной были проблемы. Но надо вам сказать честно, что голодовки, так называют голодовка, помню, в голодовку, вот так бабушка разговаривала, в голодовку, значит, голодовки придумали не большевики. То есть не при них это впервые появилось. В России это было и до того, и до войны Первой мировой. Дело в том, что у нас не очень, как бы это сказать-то, хорошие условия для сельского хозяйства. Раз. И вот сравните. У нас в стране на душу населения примерно такое же количество производилось хлеба, сколько производилось в Европе. Но, при всем при этом, площади у нас больше посевные. И численность населения у нас такая, 90% это село, 10% город. В Европе тогда уже было 50 на 50. 50% занимается сельской жизнью. И Европе не хватало этого хлебушка. Европа его прикупала за границей, в том числе в России. А Россия его продавала, потому что это был, ну, чуть ли не единственный экспортный товар, который она могла гарантированно продать. Как сейчас у нас вот газ, да? Так тогда был хлеб. Вот. Вот. Хлеб и сахар. Сахар у нас был страшным дефицитом. Поэтому возникали такие, это еще до революции, уродливые, скажем так, обычаи по теперешним понятиям. Ну, я их лично с улыбкой воспринимаю. Чувствовал, значит, считалось хорошим тоном. Прийти кому-нибудь в гости, пить чай со своим сахаром. Значит, он со своим сахаром в прикуску, тогда пили чай, не в накладку. Значит, попил чаю, значит, кладет на блюдечко, огрызочек, вот этот вот кусочек сахара, и накрывает его сверху чашечкой, чтобы хозяину оставить. Да, чтобы не просто так пришел. Он попил чай, вот этот огрызочек оставил. Вот такой вот был, вот такой вот был обиход. Ну, с точки зрения, так сказать, нашей современной, это какая-то такая экзотика, прямо, я не знаю, так сказать, с оттенком дикости, да? Так сказать, дикарская экзотика. Нет, это было в нашей стране. Да, люди читать умели, да, читали те же самые книжки, что и мы, Жюля Верна читали, Майнрида читали, про Шерлок Омс читали, вот тогда. Вот это вот эти люди вот так вот ходили в гости с сахаром, да? Льва Толстого знали, господи боже мой, но про капитал Маркса и Ленина я уж молчу, не все тогда его читали, до революции, имею в виду. Но вот такой вот обычай был. Голодно было очень и до советской власти, и вот эти голодовки случались и тогда. И вообще, на Руси голод не тогда начинается, когда хлеб не уродится, а когда лебеда не уродится. Лебеда, трава такая. Лебеду добавляли вот в хлеб. Я не ел никогда хлеб с лебедой, не представляю. Ел я однажды в Архангельске хлеб с морскими водорослями. Вот, может быть, это вот что-то подобное, я не знаю. Ну, там, правда, водорослей было совсем немножко. Я думаю, что лебеды было гораздо больше вот этой вот там, да? Вот такие вот вещи. Я сам-то лебеду-то я видел, такая мучнистая такая достаточно, травка жирная такая. Много ее растет, главное, да? Вот сорняк. Вот пропал вот я эту лебеду когда-то у себя на огороде. Лебеда. Вот, да. Вот через что наша страна-то прошла. Сейчас-то мы забыли это и не так ценим продовольствие. Возможность его постоянно купить. А вот в советское это время мы хорошо, наше поколение очень хорошо помнило. Товарищи, которые чуть постарше меня, ну, лет на 10, они, вот, какое у вас воспоминание о детстве? Да, вот мы с ними же вместе работали, все были, товарищи, молодые. Постоянное чувство голода. Вот такое у них было воспоминание о детстве. Но это детство их проходило в 40-е, 50-е годы. Тяжелые послевоенные годы. С едой было тоже очень плохо. Постоянно хотелось есть. Есть хочется. Вот как было дело-то. Ну, так вот, так вот, значит, когда оказалось, что мировой революции не будет, определенном смысле неким шоком для революционно настроенных масс, а такие были энтузиасты, которые шашкой наголо воевали, воевали, ну, вот, типа, очень хорошо отобразил такого энтузиаста, Островский, Николай Островский. Персонаж у него, так сказать, Павка Корчагин, как закалял сталь. Роман такой. Кстати, очень хороший роман, легко читаемый и интересный. Вот он дает понять дух той эпохи. Так вот, кончилась гражданская война, Павка Корчагин, значит, где-то он работает, и удивительно, оказывается, на хозяина работали лучше, чем сейчас, вроде как бы сами на себя. То есть никто не хочет работать. Оказывается, проблема в том, что вот хозяин заставлял рабочих работать, там придумал всякие штрафы, да, такая система штрафов тогда была. Значит, еще опоздал, значит, тебе, значит, тут этот вот нарядчик там штрафует, что-то с тебя с зарплатой вычтут, да, опоздал, значит, тут, так сказать, болтаешь на работе, вместо того, что работа нарядка, там, опять тебя штрафуют. Такие вот книги штрафные были. И часто иногда во время забастовок такое было экономическое требование уничтожить вот эти штрафные книги. Потому что как-то вот неприятно это все было. Вот, а как? Не хотят люди работать. Оказывается, никакая вот тут идеология заставить человека работать не могла. Ну, большинство-то не было революционерами. Ведь в гражданской войне участвовало процентов пять населения, вот так активных участников, да. Не те, кого мы мобилизовали, отправили на войну, а потом демобилизовали, да. А вот таких вот идейных, как Павка Корчагин, да. Строить мировую революцию, завоевывать счастье для крестьян где-нибудь там в Гренаде, в Испании, да. Гренада, Гренада, Гренада моя. У Михаила Светлова такая песенка была, да. Вот же вот. Гренадскую волость в Испании есть, красивое имя, высокая честь. Вот я хату оставил, пошел воевать, чтобы землю в Гренаде крестьянам отдать. То есть, вот какая была идея у людей. Вот. Для счастья всего мира. Ну, это ладно. То есть, в принципе говоря, по мысли творцов Октябрьской революции, это был первый этап мировой революции, и заканчивался он бы тем, что, ну, ну, Россия-то, ну, как сказать, вот, идут в прорыв, да, вот, части. Ну, и те, кто вот на острие этого клинка, ну, они же погибнутся, это понятно. Там потери будут страшные. То есть, от России ничего не останется. Это вот первый, первый вот такой ударник, который углубляется в твердую породу мировой косности, да, чтобы создать победу революции, да. Ну, вот. Работать не хотят. С ценой больших усилий наладили работу транспорта. Тут, значит, две таких фамилии звучат. Одна, значит, Дзержинский Филипп Сидмонович, а другая, Лазарь Моисеевич Каганович, он, по-моему, дожил чуть ли не до 90-х годов, Лазарь Моисеевич. Вот, он тоже, его назвали еще Железный Нарком при Лазаре Моисеевиче. Часы можно было по прохождению железнодорожных составов проверять, да, вот так вот, Железный Нарком, как ходили четко поезда, да, вот, как часы, как Железная Дорога все заработала. НЭП. А НЭП, его, вот, как говорят, так вот, учредили НЭП, да? Нет. Его разрешили. Потому что без этой торговли некуда было деваться. Вот, помните, в Москве есть такой нулевой километр, да? Часовня Иверской Божьей Матери. Вот, во время вот этих вот голодных революционных дней, там, в 18-м, 19-м году, здесь была известная московская толкучка. Толкучка, где кто-то что-то продавал. Ее даже увековечили в пьесе Погодино «Кремлевские куранты». Там торговал инженер Забелин, спичками торговал. Вот так же у него был лоточек какой-то, мальчик, у молодого человека. Значит, он с него продавал спички. Спички серные, довоенные, фабрики Лапшина. Он так рекламировал свой товар. Где-то, значит, у него когда-то, значит, до войны, наверное, закупили, как у нас принято всегда, закупить много чего-нибудь, на всякий случай, соли, спичек. Ну и вот он эти спички потихонечку продавал. Спички серные, довоенные, фабрики Лапшина. Вот этим вот и жила тогда страна. А когда объявили НЭП, новую экономическую политику, разрешили торговать, разрешили частное предпринимательство. Практически это было отступление назад. И многие вот так вот революционно настроенные молодые люди, ну не только молодые люди, вот революционно настроенные люди, вот те, которые воевали на фронтах гражданской войны, не жалели себя, ранения получали, контузии, инвалидности, мерзли, болели. Тогда же заболеть-то, например, было пара пустяков туберкулезом. Это сейчас при хорошем питании. Кстати говоря, имейте в виду, что вот тоже вот от людей, которые жили тогда в ту пору, это факт такой вот вам для жизни, а не для истории, что необходимо какое-то количество жиров потреблять. Я понимаю, что это для печени вредно, что это вот вредно для фигуры, но тем не менее, если пища не будет достаточно жирной, то очень велика вероятность того, что вот попадающие к нам в организм, значит, возбудители туберкулеза, так сказать, палочка Коха, по-моему, это называется, они возьмут вверх. Они везде тут есть этот туберкулез. Мы с ним контактируем всегда. Но то, что примется он, так сказать, за работу у нас, укорениться или нет, это вот дело это обязательно. Вот как раньше вот начинать, человек простудился, кашель. Кашель, это вот 30-е годы, 20-е годы, голодные годы, закашлял. Всё, если вот сейчас вот человека не покормить чем-то вот жирным, да, масло, какой-то жир внутренной, чем угодно жирным, то тогда может это развиться у него туберкулез. И туберкулез был тогда массовым заболеванием. За советское время он куда-то ушёл. Всё-таки мы стали есть больше, чем во время голодовки. Хотя и не ДОС это может быть, и не столько, сколько хотели, не так вкусно, но тем не менее. А вот сейчас, когда люди себя голым-то морят, институции-то у всех стало худенькие стали. Мы-то хотели весить как? Рост в сантиметрах минус 100. А сейчас рост в сантиметрах минус 110. Это обыкновенный вес у молодёжи, да, понимаете как? Мы-то все были всё-таки с жаровым запасом, нас поэтому туберкулёз не брал. Так что вы берегитесь, туберкулёз, он опасен. Ну вот, в следующий раз мы поговорим про тот самый НЭП, про новую экономическую политику. А пока всего вам доброго, до свидания.